Привет, я Юлия Высоцкая. Это мой видеоблог. Я еще не знаю, о чем я буду рассказывать. Вот сейчас расскажу вам о том, что зима красивая, конечно, у нас в этом году удалась. И морозная, и солнечная даже, и вроде бы не все серое, и вроде бы не грязное, и вроде бы слякоти нет. А настроения хорошего тоже нет. Но не люблю я холод. Я холод не люблю. Выросла я там, где солнце, там, где тепло, поэтому все это на меня наводит такую грусть, тоску, и вообще на весь мой организм целиком, полностью. Единственная радость, которая бывает для меня лично зимой, это когда становишься на лыжи. Лыжи, я не знаю, наверное, те, которые катаются на лыжах, они понимают, о чем я говорю. А вот те, кто не понимает, я для вас сейчас расскажу. Когда я первый раз стала на лыжи, я была уже сознательным взрослым человеком, мне было 25 лет, то я неделю не могла спать. Но, честное слово, вместе с мужем мы ложились спать. И мы просто не спали. Ну, кроме того, что высоко в горах, там, воздух другой разряженный более, и от этого тоже не очень хорошо спится, я именно так реагирую. Но самое главное, я хотела одного, скорее на гору, скорее на лыжи. Несмотря на то, что на третий день после того, как я начала кататься, он затащил меня на черный, я спустилась вниз на попе, плакала, рыдала, говорю, я больше никогда не буду кататься на лыжи, никогда. На следующий день, невозможно в это поверить, представить, что я с радостью спускалась со всех абсолютно синих склонов, как будто бы я уже прокаталась пару сезонов. Ну, в общем, наверное, какой-то такой выброс адреналина, он провоцирует что-то, я не знаю. Но, с другой стороны, я к лыжам отношусь очень серьезно. У меня есть такой друг, который работает врачом, а до этого он сбежал из Чехословакии, когда еще были такие страшные времена железного занавеса, и он работал инструктором лыжным, то есть он катается на лыжах лет, наверное, с пяти-шести. И вот он меня научил, он сказал, что гору нужно уважать. Вообще, я эту поговорку вспоминаю в жизни часто, когда дело касается не только лыж, ну, я не знаю, даже просто дороги, когда ты едешь за рулем, ты понимаешь, что нельзя слишком быстро ехать. Когда ты снимаешь передачи, ты понимаешь, что как бы ты не устал, как бы у тебя не заканчивались силы, как бы легко тебе не казалось, все равно гору нужно уважать. Так вот поэтому для меня лыжи – это серьезный, экстремальный вид спорта, который мне приносит колоссальное удовольствие, но особенно, когда, конечно, широкий склон, который там нет льда, ничего не растаяло, не появились эти вот холмики и так далее. Но такое бывает крайне редко. Очень часто бывает туман, обледенение, выпал свежий снег на лед и так далее и тому подобное. Слишком много лыжников, слишком много сноубордистов. То есть все вместе прибавляет к этому экстрима. Поэтому я люблю себя чувствовать на лыжах уверенно. И вот, заказали мы лыжи. Должны были ехать. Но почему-то я решила, что сейчас месяц февраль, и не будет никаких проблем с инструкторами по лыжам. Потому что я люблю кататься правильно. Я люблю, чтобы это выглядело красиво, а не просто как угодно спуститься с любой горы. Поэтому для этого мне нужен инструктор. Но, честно говоря, для того, чтобы чувствовать себя увереннее в том смысле, что он мне поможет спуститься с самой сложной горы, если вдруг я запаникую. А паника у женщин, особенно таких, ну, так скажем, эмоциональных, как я, у них часто бывают эти состояния нервные. Нервные, неврозности. Поэтому мне инструктор нужен вот такой, как утешитель какой-то. В общем, нет инструкторов. Их просто нет. Детей можно сдать в школу. Что тоже не самый лучший вариант. Они год не катались, хотя бы пару дней нужно, чтобы им так персонально напомнили, как нужно это все делать правильно. Тем более Маруся уже начала вообще делать карвинг. Карвинг – это когда просто на ребре лыжи спускаются. Она даже какое-то там место заняла в прошлом году на соревнованиях. Поэтому я бы хотела, чтобы это у нее здорово, хорошо получалось. Не всегда в классе там бывает 15 человек. В общем, нет инструкторов. Это значит, что и школы переполнены. Это значит, что их там будет не по 3-4 человека в классе, а по 15-20. В общем, это катастрофа. Я отменила лыжи. Дети не знают, что я буду им говорить, плести. И что я придумаю на их зимние каникулы. Потому что они у меня учатся в школе, которая при французском посольстве и работают по европейскому принципу. В общем, там случился тирольский праздник. Наша маленькая трехзвездочная австрийская гостиница оказалась переполнена. Нас чудом втиснули. Но пришлось и гостиницу отменить. В общем, не едем мы. Никаких лыж не будет.